Мы уделили этому достаточно много внимания в ходе переговоров вчера в узком и в широком составе. Казахстан, если он будет осуществлять свои проекты в области атомной энергетики, то, конечно, как любой заказчик, вправе выбрать наиболее приемлемые для себя технологические решения и финансовые схемы. Я думаю, не случайно российская компания «Росатом» является крупнейшей, я это скажу, крупнейшей компанией своего рода в мире, в том числе и по количеству строящихся атомных электростанций за рубежом. С чем это связано? С тем, что мы, как я уже неоднократно говорил, не просто строим электростанции. Мы, как правило, создаём отрасль в той стране, которая начинает этот вид деятельности. Мы готовим кадры, мы поставляем необходимые материалы, забираем отработанное топливо и так далее, и так далее. Способствуем развитию науки в атомной сфере. И, конечно, президент Казахстана и наши казахстанские коллеги, друзья, для них этот вид деятельности не нов, они не с нуля начинают. Повторяю, у нас даже есть предприятия, у них есть предприятия по добыче урана, по работе в этой сфере. Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что они хотят, что они готовы за это заплатить и что хотят получить. Поэтому у нас такой очень профессиональный разговор. Если есть необходимость и желание у наших партнёров, в данном случае в Казахстане, применять какие-то решения, в том числе и технологические решения третьих стран, призывать для совместной работы их специалистов, это тоже возможно. И Росатом имеет такой опыт сотрудничества с иностранными партнёрами. Мы вчера это тоже обсуждали. Окончательное решение всегда за заказчиком. Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно.